В России прошли сразу два форума, сквозной темой которых стала тема образования молодежи, а также ее привлечение в движение соотечественников. И если в мероприятии, организованном фондом «Русский мир», участвовали в основном филологи-русисты или деятели культуры, имеющие отношение в первую очередь к культурно-образовательному процессу, то во Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом, участвовали люди и организации, непосредственно связанные с движением соотечественников. От Эстонии в обоих мероприятиях участвовал руководитель Таллинского института Пушкина Андрей Красноглазов, который был награжден Министерством России за особый вклад в международное движение соотечественников. На Всемирном конгрессе соотечественников, в том числе и в речи президента, в первую очередь в ней, были отмечены два основных направления. Это то, что увидел я, то, что было близко мне. В первую очередь это развитие системы дополнительного образования. И второе – это развитие коммуникационных площадок молодежных, летние лагеря, школы, различные форумы. Как раз то, что близко деятельности института Пушкина. Отдельно на конгрессе была подчеркнута и важность программы расширения помощи соотечественникам в области получения образования на русском языке в России. Для Таллинского института Пушкина эта тема близка, поскольку именно это таллинское учебное заведение уже не первый год занимается программой, благодаря которой десятки людей, ощущающих особую близость с Россией, ежегодно уезжают получать там высшее образование. Одной из важнейших тем Конгресса стало и обсуждение концепции школ за рубежом. Концепция эта разрабатывалась долгое время и в конце концов была принята. Если в двух словах, то, собственно, речь идет о поддержке образования на русском языке за рубежом. Выделяется несколько типов школ. Часть из них для нас недоступна. Это школы с государственной программой Российской Федерации или с частично государственной программой получения двух дипломов. Это все в основном касается стран СНГ. Если же говорить о странах зарубежья, ближнего или дальнего, то это, конечно, система школ дополнительного образования. Школы дополнительного образования в первую очередь финансируются либо родителями, либо государством в рамках различных проектов, например, поддержки национальных и культурных меньшинств. Сейчас у Института Пушкина появилась надежда, что программа эта дойдет и до Эстонии, ведь курирует он сразу две такие школы. Это Нарвская школа точных наук, которую также поддерживает городское управо Нарвы, и Таллиннская школа русского языка, финансируемая в данный момент самими родителями учащихся. Так что Институт Пушкина надеется, что принятая программа даст толчок еще большему развитию этих и аналогичных школ дополнительного образования. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.